Ну что, попробовать снять влог? О, да. Смотрите, кто у меня. Больше уже? Три, наверное. На этой неделе будет три. С четырнадцатого. Да. Смотрите, кто здесь. Хеллоу! Уже немножко отошли. Мои Кэти приехали до нас. Всем привет! Хеллоу! Да. Ребёнок перестал бояться. Поэтому... Мама требует влог. Говорит, что это ты не снимаешь, снимай. Надо было сравнить, как мы приехали. Не, не надо. Не надо. Давай уже начнём. Две недели спустя. И шесть дней добираться. Всё, ладно. Это уже потом. Главное, чтобы мы начали снимать влог. Мы даже посадили уже цветочки на балконе. Так, мама. А сейчас мы идём в банк оформлять карточки. У нас уже всё зелёненькое. Но всё-таки прохладно. Я бы сказала, по-весеннему свежо. Мусор вывозят. Чтоб ещё показать. Саша идёт. Саша, ты рада, что ты приехала? Хотя бы вот так вот. Конечно. Давно хотела приехать. Не думала, что будет такая... Такой повод. Да, такой повод. К тебе приехать. Ещё думала, блин, так добираться. Сначала на поезде. Там ждать самолёт. Лететь на самолёте. А потом ещё на машине. Это же целых полтора дня добираться, да. Это в мирное время. А так как мы к тебе сейчас добирались... Да. Пять дней. Выехали 9-го числа в 3 часа ночи. 9-го. 9-го это в субботу. В 3 мы встали. В 4-е... Не, в 4-е где-то мы выехали. Утро. Да. А приехали вы 14-го? Это какое-то... 14-ое было? Ну да, получается... 9-ое число, это... Да, 14-го. Во сколько? Апрель. Вечером. Вечером уже, 14-го вечера. Ну, в общем... Вот так. Путешествие. На медали всякого. Главное, ехали и на машине. Мы ехали через... И на пароме. Румынию. Потом... Через Венгрию. Австрию. Венгрию, Австрию, да. На Мюнхен. На Мюнхен. И там Стас... И Стас уже там в Нунхене забрал. Ну да. Так что... Уже отошли, слава богу. Да. Уже немножко отошла. Ты тоже отошла? Но уже нету синяков под глазами. Ноги не опухшие. Слава богу. Огниным полям ездить. Это не вам ничто. Не каждый день. Да. Ребёнок уже перестал бояться закрывать двери в туалет. И спать без... Без света. Одетые спали долго. Да. А какое счастье спать в пижамке, да? Раздетая. У меня два месяца. Я два месяца. Я только сюда приехала, лягла спать. Да. Саша спать лягла в спортивном костюме. Не раздеваясь. Я потеряла эвакуации, да. По привычке. По привычке я к ней говорю, Саша, что ты, говорю, лягла в спортивном костюме? А она уже всё, уже вырубилась вообще окончательно. Создание потеряла. Нам вот сюда, в эту сторону. Мы прислушиваемся к вертолётам, самолётам. Да, первое время они очень реагировали сильно на шум. А что это у вас бахкает? Это мусор выносят. Много самолётов, вертолётов. Как бы в мирное время, как бы, ты понимаешь, что всё нормально просто. А так вот... Там пролетел всё. Да, да. Там Соня на небе летали только... Дашка, первые дни, когда звонили в дверь, она бежала к маме и спрашивала. Мама, ты не испугалась? Мама, ты не испугалась? Да, мама, оденься теплее. Да, Дашуль? Мама, что-то раздета, оденься теплее. Ну, потому что Мурзли, а что стоит, вам скажу, да? Дашеньке, сколько тебе лет, Дашуль? Вот столько, да? Сколько это? А тебе нравится в Германии, Даш? Я тебя спрашиваю, Тирочка. Тебе нравится в Германии? Угу. Да? А что тебе нравится тут? Мне нравится, как тут хорошо, и я к своим друзьям приехала. Да, у нас дело в том, что жила ещё одна семья, и вот мы вчера наконец-то нашли им квартиру, немцы предоставили, ну, немецкая семья, они предоставили им две комнаты там со своим, со своей ванной, с выходом на террасу. Ну, в общем, они взяли их к себе, и теперь нас уже не десять человек, а всего семь в квартире. Вот, на ничем. Ну, не сорок в одном помещении. Да, тоже хорошо. Кто храпит, кто сопит, кто сопит. У нас квартира большая, мы все поместились. Сейчас мы оформляем документы, всякие разные на пребывании здесь. Вот, в частности, идём в банк оформлять карточку. Второй раз. Второй раз. Вчера, да, мы уже не успели после семи. У меня такие красивые мама и Саша, что себя показывать просто как-то даже неприлично. Я по привычке не крашусь, вот, макияж не навожу, ещё не пронялась, да, с семейными традициями. Девочки у меня не накрашенные, не ходят на улицу. Вот. Поэтому они просто на моём фоне выглядят ещё лучше, скажем так. Ира откормила перед тем, как снимать. Ну, а что вас, да, мама меня спрашивала, говорит, а что ты не снимаешь? Я говорю, мам, ну как-то настроения нет снимать. Я говорю, да ещё что снимать? Особенно, когда они ходили за её. Зомби. Да, по квартире, я говорю, что снимать? Я говорю, ты себя в зеркало видела? Мы же с ними спали. Вот. И этот. Ну, сегодня я на них посмотрела, думаю, ну красавицы, надо уже. Откормились. Уже можно людям показывать. Отоспались. Да, можно людям показывать. Вот, какая красота. Цветёт моя любимая. Так что мы наслаждаемся весной. Смотри, какая красота. Нюхаем. Красоту. Нюхаем красоту. Люди тоже вот на прогулочку. На прогулку. Саша на связи. Да, наверное, я на связи. Нас не было с Херсоном. Несколько дней связи. Вообще никакой. Ни по телефону, ни по интернету. Никак нельзя было связаться. Мы, конечно, тут все посидели. Слава Богу, сегодня началась связь восстанавливаться. Местами. 18 ударов. Местами. Там, по-моему, от Чернобаевки вообще уже ничего не осталось. От бедной. Спрашивают, где вы, откуда. А, говорю, с Херсона. Они, ну, типа, не понимают. Я говорю, Чернобаевка. О, нет. Понимают, что тут 18 уже взрывов. Такой вообще треугольник бермудский. Да. Вот. Там уже не села, не осталось. Я, да, давайте сразу мы скажем, что, ну, в любом случае военные темы у нас будут подниматься, потому что, ну, мы из Украины. И там вся наша семья, вся наша родня, все наши друзья. Вот. Поэтому в любом случае эта тема будет подниматься так или иначе, где-то всплывать, потому что, ну, мы живем этой темой. Мы постоянно на связи с нашими родственниками. Поэтому кому это неприятно, ну, пропускайте влоги, не смотрите. Не смотрите, не делайте нервы ни себе, ни людям. Вот. Просто пропускайте их. С банком, слава богу, порешали. Завтра у нас термин. Девочки удивились, почему не сразу. Говорю, здесь не делают все сразу, да? Надо сначала время назначить. Ну, я с ними вспоминаю, как я привыкала. Как это не сразу. Что, нельзя прийти в банки сразу все сделать? Да, мама? Три раза сегодня вернулась. Что, нельзя все сделать сразу? Алло. Так, Саша на работе. Саша, как всегда. Ты стоишь против солнца, тебя не видно. Ну, хорошо. Вот так вот лучше. Мы пойдем сейчас в русский магазин. Купим каких-нибудь вкусняшек. Дорого. Что-нибудь привычного. Может быть, докторской колбаски. Или, может быть, селедочку. Ой, сказала та, которая наминает, блин. Соленая, перченая, острая. С русского магазина без сумок никак. Мама сумка. Ира сумка. Как ты снимаешь? Ага. И Саша где-то там придется. Тоже сумкой. Еще и с Дашей. По-насу видно, что мы ходим с сумками в руках. А люди грузят в машины. Ну, мы машину папе отдали. А это, между прочим, японский лимон. Ой. Как называется? Забыла. Ой. Шиповник? Нет. Лимончик. Так, нет. У нас такой был. Выглядит, как айба. Серегина развлезаешь, а пахнет. А, я поняла. Где вы потерялись? Мы немножко заблудились. Ага. Ну, шли. Я уже еще и увидела ее красную сурку на попе. Так вы и пошли. Тоже с сумкой. Мы зашли. Даше купили игрушек. У Даши был день рождения. Такое. В Херсоне. День рождения, не день рождения. Вот. Потому что... Потому. Вот. Поэтому она сейчас с игрушками. Наконец. Ну, у нее куча игрушек. Да-да-да-да-да. Дай ей туда. Дай мне язычок. Все. Пойдем сейчас заберем Кирилла. Потом я девчонок отправлю домой обед готовить. А я пойду Аню забирать. Что такое? Да-да-да. Это язычок. Всем надо. Оставила своих забирать Кирилла. Сама иду за ней. Она попросила меня сегодня дальше забрать. Она месяц не ходила в садик. Поэтому у нас опять привыкание началось к садику. Слушайте, у вас тоже много жуков? Это ж ужас какой-то. У нас столько этих майских жуков, или как они называются, которые летят, лежат, раздавленные. Прям фу. Прям много их. Я до ужаса просто не люблю всякого рода насекомых. Вы уже соскучились по местным ландшафтам. У нас, видите, все цветет. Все цветет. Красота. До ужаса не люблю жуков. И вообще всякого рода насекомых. Прям бэ. Аж это, знаете, это не боюсь. Это жуткое отвращение. Вот как-то так. Прям жуткое отвращение испытываю. Крыс не боюсь. Змей тоже. У меня с ними все нормально. Ну вот, что касается насекомых, то это прям мерзко. Смотри, какой кустик желтый. Прям красотища. Смотрите, кто здесь? Кто ты, девочка? Аня. Аня? А куда ты с садиком едешь на этой неделе? А ну расскажи. В зоопарк. В зоопарк? Да. Да? Круто. Это в период пандемии какой-то здесь, ну один из богатых людей, не знаю кто, в Мюнстере. Приобрел в зоопарке, по-моему, тысячу билетов. Вот. И отдал их государству, ну городу, государству, городу отдал их. И вот город распределил их на школы, садики. И вот детей возят в зоопарк. Да? Мама. Пришло время нашего садика. Да? Мне надо целый мешок взять с собой еды. Целый мешок еды? Потому что я всегда на обеде, всегда такая холодная. Так надо, наверное, чтобы еще и на Керстин хватило. Да? И на Петру, наверное, чтобы хватило. А в пятницу у вас что? Цукерфест. Цукерфест. Да. Ну, в общем, это такое мероприятие в пятницу у них, когда все национальности, ну разные, у них же разные национальности, приносят что-то вкусненькое. И что-то такое, чтобы вот принадлежало этой национальности. Я даже не знаю, что, пирогов. Бабушке сказала, говорю, напеки пирогов. Понесем пирожки. Таня, это конфеты. Конфеты надо принести? Угу. Ну, там не стояло в листьях, не написано было. Ой, там ты же держишь меня под нами. В списке не было конфет. Были печеньки. Что там еще были? Печеньки. Какие-то пироги. Ну, пироги в смысле бисквиты, наверное, или что-то такое. Ну, сухие, которые. Вот. Надо что-то будет придумать на пятницу. Бисквит. А завтра садик не работает, потому что воспитатели бастуют. Что это бастуют? Ну, это централизованная забастовка в городе. Ну, не в городе, а может даже в стране, я не знаю. Они встречаются с другими людьми? Людьми, да. И устраивают такое собрание против... Нет, они с другими воспитателями. А, они собираются с другими воспитателями? Вот. Пишут там какую-то петицию. В общем, они хотят, чтобы им подняли зарплату. На одной. Какая красивая сирень у нас. Смотри, какая красота. Такие пушистые, такие большие. Очень красивые. Проходим в школу. Куда Аня будет ходить. Я говорю, ну, уже пару месяцев осталось. Все, она, да, май, июнь, и все. Ну, я говорю, потом еще небольшие, небольшие каникулы. Все-таки. Ага. Предлагала ей руку. Говорю, возьми руку. Нет, не надо. Я же уже школьница. Аня очень ждет школу. Да, злойка, дочка? Очень ждет школу. Она уже прям вся в предвкушении. Мы уже купили рюкзак. Уже все в рюкзак купили. Ну, почти все. Уже пришло подтверждение, что Анечку зачислили в школу. Смотри, пробирается. Все, в середине августа в школу. Ребенок вырос. Первый класс идет. Все, давай. Опа. О, Господи. И снова здрасте. На манеже все те же. Вчера все закончилось головной болью. Я забыла взять с собой очки. Было очень солнечно. У меня глаза сильно реагируют на солнце. И, в общем, короче, началась головная боль дикая. Поэтому сегодня я вот уже в очках защищаю глаза от солнышка. Сегодня, кстати, намного прохладнее, чем вчера. Вчера прям прогрелось и было прям жарко. Сегодня прохладно. Мы идем опять в банк. Вчера у нас получилось снять деньги и сделать термин на сегодня, чтобы оформить карты для выплат. Надеюсь, это случится быстро. Я успею забрать еще ребенка со школы. У меня на прошлой неделе вывернул ногу. И так сильно вывернул. Видимо, было растяжение. Рентген перелома не показал. Но прыгал на батуте, подвернул ногу. Нога опухла. Стала такая, как колодка прям опухшая. И до сих пор вот... Ну, опухоль немножко ушла. Но все равно косточка опухшая. Я сегодня Кирилла отписала от бассейна. Они сегодня со школой идут в бассейн. Поэтому мне надо с четвертого урока его побежать забрать. Потому что пятый, шестой урок у них бассейн. И они уходят. Вот. Надеюсь, что мы справимся быстренько с карточками. И успеем еще Кирюху забрать. Большая семья в банке ждет. Мы сделали все. Теперь мы... Мам, пошли. Мама не может пройти мимо. Ну как это? Что-то стоит на... Что-то стоит на улице. Надо обязательно посмотреть, что же там стоит. Ну да. Я вон школьная. Ну... Школьника нашего встретили. Теперь пойдем в Бекерай. Дети требуют сосиску в тесте и безе. И все сразу. Проголодались, пока в банке сидели. Еды набрала. Ага. Такое все вкусное. Мы из Бекерая вышли. Нельзя голодными заходить в булочную. Нельзя. У меня здесь еще пакет. И Кирилл несет пакет. И еще возьми... И еще вот ту булочку возьми. И вот этот хлебушек, пожалуйста. А теперь мы идем домой быстренько. Очень быстренько. Потому что все хотят кушать. Да, и все так пахнет. Да, Сашенька? Да. А я иду в конце. И мне отсюда все запахи. И тевтелек, и фрикаделек, и отбивнушек, блин. Все ко мне летит. Надо было впереди идти. Бабушка идет и трудится. Да, бабушка... Портфель нести. Он же ж неподъемный. Я не знаю. Это как пец какой-то. В связи с вот этими коронавирусами Их заставляют носить все книжки с собой. И водичка надо, и чайник. И хотя вроде сейчас все отменили уже. Все маски, все ограничения. Тем не менее... Все книжки носим с собой. Ой, мама, ты что? Снимать, в магазин. Я так буду читать книжку. Угу. Да? И все. А спокойной ночи мне сказать? Бабушка, спокойной ночи. А поцеловать меня? Ангон. Боже. Я с вами буду спать. Ты слышала? Какое счастье. Бабушку упаковали, бабушка спи. Упупали. А я с тобой буду спать. И закладку мне дала. Угу. Вот это лицевой, говорит. Если ты на этой страничке читаешь, значит, да, закладочку. Ну все, о тебе позаботились. Ну да. У нас тут с мамой изба читальня. Мы читаем. Ты что снимаешь? Я белая. Вот уже. О, девчонка пришла. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Колбасимся, колбасимся. Колбасимся? А-а-а, отойди. Ну отойди, ты слишком большая в объективе. Колбасимся. 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 Ты что, сахара переела? Да. Ты сахара переела? Нет. Понятно. Да, они конфеты кушали, да? Только фахачку, и все. А что это у нас происходит здесь? Концерт. Концерт по заявкам, я поняла. Ой.